Спасибо, что не переключаетесь. В Петропавловске продолжают поиски 9-летней девочки, которую унесло течением на реке Исиль. Трагедия случилась во время рыбалки в минувшую субботу. В поисках круглосуточно задействованы около 600 человек. Это спасатели, полицейские и волонтеры. Репортаж Дениса Сивкова. Трагедия произошла три дня назад. 9-летняя девочка утром отправилась с дедом на рыбалку. Место для этого выбрали необорудованное и опасное. Она была в гостях у дедушки с бабушкой. В садоводческом обществе «Огонек». Потом решила спуститься вниз с дедушкой на рыбалку. Есть версия, что она подскользнулась и упала. То есть это несчастный случай. Ее затянуло стремниной. Пытались люди спасти ее, но не получилось. Сейчас в данный момент ведутся поиски девочки. А участвуют в них около 600 человек. Это не только спасатели и полицейские, но и волонтеры. Более ста петропавловцев отправились на поиски девочки. И с каждым днем желающих помочь становится больше. Узнав о происшествии, мы, конечно же, первым делом собрались с друзьями и приехали помочь. Привезли по возможности, как и все жители города, теплые вещи, еду для тех, кто вышел на поиски. Спасатели уже осмотрели не один километр реки Исиль. Однако поискам мешает сильное течение и мутная вода. Уже проработали от Новокаменки до поселка Солнечного. По дну водолаза отработали уже. Что касается водной поверхности, отработано до Ольшанки. Поиски будут вестись до Победного, пока не найдут девочку. В летний период на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности, говорят спасатели. Только так можно избежать ЧП. С начала года на водоемах области уже погибли 8 североказахстанцев. Денис Севков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.